Друзья, и снова с вами студия онлайн-марафона «Тотального диктанта». Мы благодарим Егора Аполлонова за интересную лекцию о современной русской литературе. Мы благодарим наших партнеров, которые делают возможным этот онлайн-марафон. Генерального партнера «Тотального диктанта» — компанию «Берлинга». Мы благодарим фонд президентских грантов, почту «Россия», портал «Грамоты.ру» издательство «Словари 21 века», издательство «Миф» и компанию «Алвест». Друзья, я хочу еще прочитать один короткий отзыв, который пришел нам от зрителей марафона. Он просто очень к душе. Думается, авторы и создатели онлайн-марафона «Тотального диктанта» в недалеком будущем смогли бы стать авторами и создателями телевизионного канала. Уверена, его смотрели бы с большим интересом люди во всем мире. Многие русские эмигранты прошлых десятилетий отстают от интенсивно меняющегося языка и часто не понимают тех русскоговорящих, кто приезжает к ним сегодня. Еще одна идея в копилку с этого марафона — создать свой телевизионный канал. А почему бы, собственно, и нет. Друзья, приближается очередная трансляция. Нас очень много, и мы хотели бы рассказать, что делать и как писать, чтобы вы обязательно смогли проверить свои работы. Пожалуйста, смотрите и слушайте «Тотальный диктант» на сайте totaldict.ru, в группе «Гугл Россия» ВКонтакте. Пишите и сохраняйте тексты в любом текстовом редакторе. Мы, если появятся проблемы на сайте, не будет возможности сразу сдать текст на проверку, проблемы устраним. И работы мы принимаем до 0 часов 30 минут по московскому времени. Но если будете использовать текстовый редактор, все-таки лучше используйте блокнот, потому что Word исправляет. Неправославненько. Да, исправляет. Чтобы все было по-честному, вы действительно написали «Тотальный диктант» так, как вы этого хотите. Используйте блокнот. Копируйте, вставляйте на сайт и отправляйте до 0.30 по московскому времени уже 18 октября. А у нас еще один гость в студии. И я хочу вам представить Сергея Сударикова, предпринимателя, владельца крупнейшей финансовой инвестиционной группы компании «Регион» и управляющего партнера концерна «Росиум». Сергей, здравствуйте. Добрый день, уважаемые друзья. Сергей сегодня с нами, чтобы написать «Тотальный диктант». Но сначала мы хотели бы поговорить с вами о грамотности. Мы начинали с того, что мы проводили «Тотальный диктант» казалось бы для любителей русского языка, а сейчас получаем большой запрос от компаний, например, на курсы по повышению уровня грамотности сотрудников, на курсы по составлению, например, резюме и сопроводительных писем. И вот хотелось спросить, по вашему мнению, грамотность – это все-таки для филологов, любителей словесности или важная компетенция человека в современном обществе? Вы знаете, я считаю, что грамотность в бизнесе – это нечто основополагающее. Ну, грамотность – это прежде всего умение правильно выражать свои мысли, чтобы твои деловые партнеры тебя правильно поняли. Но от понимания зависит эффективность сотрудничества, зависит успех и зависит вообще в принципе заключение сделок. И если сотрудники или бизнесмены не будут в состоянии нормальным каким-то человеческим языком донести до договаривающейся стороны, что они хотят, все условия сделки, то, конечно, сделки просто не будут происходить. Ну и кроме того, очень важна финансовая грамотность и население тоже. То есть продукты финансовые, они достаточно быстро меняются, они становятся все сложнее. И сотрудники должны уметь людям, которые в этом не очень разбираются, донести смысл этого продукта, риски, которые с этим связаны, для того, чтобы люди могли как-то эффективно размещать там свои средства. Ну это то, как раз о чем мы говорим, говорим много в последнее время, что грамотность это не просто владение нормами орфографии, пунктуации, а грамотность это во многом и понятность. Быть понятным и быть понятым очень важно в современном обществе. Да, грамотность в широком смысле, вот вы правильно сказали, финансовая грамотность, любая грамотность как умение разбираться в чем-то, в каком-то вопросе, как диктант теперь не только по русскому языку есть, так, в общем, и грамотность в широком смысле слова, очень правильная мысль. Но про диктант по русскому языку теперь предстоит вам его писать. Какие чувства от школьных диктантов, какие воспоминания, светлые, темные, грустные, радостные, какие? Вы знаете, я в школе не боялся диктантов. И, откровенно говоря, когда мне предложили принять участие в этом мероприятии, я с большим удовольствием согласился, потому что это шанс как раз вспомнить школу, вспомнить молодость, опять почувствовать, что у тебя вся жизнь впереди как-то. Это шутка. Но в целом у меня по литературе, по русскому языку были пятерки. И хочется опять попробовать свои силы в этом. Вы знаете, сегодня много говорим о том, что писать ручкой от руки стало тоже уже какой-то экзотикой. Скажите, в каких ситуациях, ну понятно, кроме того, этих моментов, когда приходится поставить подпись где-то, когда вы пишете ручкой от руки, а когда все-таки набираете на клавиатуре или гаджетом пользуетесь? Вы знаете, наверное, нас так приучили с детства. Может быть, там нынешнее поколение молодое, оно будет уже по-другому относиться к этому. Но для меня, если я что-то пишу рукой, то у меня это лучше оседает в памяти. Я как бы больше погружаюсь в смысл того, что я как бы пишу. И часто бывает для того, чтобы подготовить какой-то материал, документ или разобраться в каком-то процессе, ну необходимо просто сесть и описать это рукой именно. Тогда значительно лучше все запоминается, и проще в этом как бы потом впоследствии разобраться. А ты ведь тоже любила диктанты в школе? Я любила диктанты в школе, и в детстве я любила играть в учителя, диктовать всем диктанты. У меня была пятерка по-русскому. У меня была пятерка по-русскому. Дорогие зрители, в студии три человека, которые любили диктанты в школе, у которых была пятерка по-русскому и по литературе. И все мы на себя какую-то роль примерим впервые. Сергей впервые участвует в тотальном диктанте. Я участвую в тотальном диктанте не впервые, но я впервые буду его писать. А я впервые выступлю в роли координатора площадки. Не диктатора, а координатора площадки. Поэтому у нас у всех дебют. Отнеситесь к нам, пожалуйста, с снисхождения. Ну, наши-то результаты никто не видит. Результат вашей работы, Владимир, в эфире будет налицо. Поэтому мы желаем, в первую очередь, удачи вам. Друзья, у нас осталось буквально 11 минут до начала трансляции. Последней, четвертой части текста Андрея Геласимова. Мы напишем текст о Константине Циолковском. Его финал в конце всегда остается самое яркое, интересное. Друзья, на сайте totaldict.ru и в группе ВК Google Russia идет трансляция. Мы напоминаем, пользуйтесь, пожалуйста, текстовыми редакторами. Сохраняйте ваши тексты, чтобы мы могли проверить все работы. И до 0.30 мы будем принимать ваши диктанты. Всем удачи, всем диктант. Ну что, не пуха нам? Нам всем, да. Спасибо.